Я Роман Цымбалюк и хочу вам признаться, я очень люблю план-ковер. Я обожаю, когда план-ковер вводят в аэропортах так называемого центрального российского региона. Санкт-Петербург, Москва, другие крупные российские города. Что это значит? Это значит, когда объявляют план-ковер, что Владимир Путин не в состоянии защитить даже свой родной город. Ленинград, Путин-Аббат, Расч-Ленинград, вариантов может быть много. Сегодня днем, и особо приятно, что это произошло днем, три украинских безупречных беспилотника отправились бомбить Россию. Все, как мы и говорили на вчерашнем стриме. Я до сих пор считаю, что мы слишком мало бомбим российские города. Им слишком война кажется далекой. Мы это исправим. Значит, летело три беспилотника, все сбили, но один почему-то куда-то попал и загорелся. Какой-то не то склад, не то какое-то сооружение, недалеко от аэропорта. В общем, дым был коромыслом, и это даже мешало взлету и посадке. Почему вдруг такие события на России? На самом-то деле, все очень просто. Оказывается, в игру. Их там нет. Можно играть вместе. Там нет наших беспилотников. Докажите, что это наши украинские беспилотники. Какие ваши доказательства? Давайте созовем встречу в ООН, в ОБСЕ. Позовем представителей БРИКС. Организуем круглый стол. И мы будем продолжать убивать российских захватчиков на российской территории. Как вам такое? Дело в том, что от игры Украины, ну и Запада в целом, а Украина уже Запад, от игры «Нас там нет» впечатлился даже Сергей Лавров. У него внимание на прошлой неделе запотело забрало. Одни из которых озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров. То есть сам факт подготовки немецких вооружений, немецких специалистов, которые эти вооружения обслуживают, нападение на Российскую Федерацию, включая Крымский мост, включая склады с боеприпасами, как они там между собой обсуждают, он не вызывает удивления. Вот просто вот как так могло случиться, что защищенная переговорная сеть оказалась не такой надежной. Вроде бы Сергей Викторович Ряббентроп продолжает она переливать из пустоя в порожное. Опять Таурус, немцы, что вы же делаете? Мы не нацисты, ни в коем случае, только ракеты главное не передавайте, и может быть мы когда-то будем вам снова поставлять газ. Ну так они хотели бы. Вроде ничего нового. Хотя с другой стороны, почему они акцентируют внимание исключительно на ракетах? ФРГ предоставляет нам очень и очень много чего, и в этом году уже выйдет на первое место. Вот как кто-то из вас заметил, аж слушно, уместно, дотепно в комментариях, что французы делают классные политические заявления в части ввода войска на территорию Украины, но оружие поставляют сейчас в первую очередь немцы. И понемножечку мы приходим к чему? К забралу. Вот, и это на многом говорит, они, наверное, тоже нашли какое-то верное слово для того, чтобы легализовать, если хотите, в публичной сфере, вот саму идею направления сухопутных войск отдельных стран НАТО, пока еще они говорят отдельных стран НАТО в Европе. Противников уважают, когда они идут в бой с открытым забралом. Пишите в комментариях ваше мнение, что вы подумали в первую очередь после слов Лаврова «Россия, противник и уважение». Можно себя не сдерживать, но имейте в виду, что комментарии могут читать дети. Забрало – это такое важное явление в России. Значит, был у них период, когда ОМОН на улицах российских городов, и в частности, если я не ошибаюсь, в Питере, один из солдатиков с ноги ударил женщину в грудь, она упала, это сняли на видео. И тогда еще фашистский режим, он как-то пытался маскироваться под какие-то приличия, они там проводили расследования, и этот боец потом это объяснил так. У него запотело забрало. После этого российские ОМОНовцы были переброшены в Украину, они хотели на парад в Харьков, но у нас забрало здесь не работает. Российских оккупантов, независимо от их принадлежности к той или иной силовой структуре, начали, да и продолжают убивать. Прозабрало интересно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Начинаем играть в нашу, уже совместную, любимую игру. Их там нет. Здесь постоянно уверяют, что Запад не воюет с Россией. Запад только поставляет вооружение. По российскому телевидению уже много лет говорят о том, что вы, собачка-свинка-триколор, воюете с Западом и НАТО. И тогда странно, почему нет солдат НАТО, и, соответственно, не должно быть техники НАТО. Вы хотели войны? Вы ее получили. Но с этой вот техникой, с поставками техники, есть интересная штука. Мы должны вызвать из ада одного эксперта. Он в этом очень хорошо разбирается. Еще раз. Техника, которая передана Украине, касается это, стосуется, да. Касается это, байрактаров, патриотов, арчеров, МИГ-29, переданных нашими словацкими партнерами, Ф-16 и так далее. Это все не западная техника. Это украинская техника. Не верите мне? Этому авторитету россияне верят беззаветно, как молоды мы были тогда. И, наконец, что касается вывода иностранных войск. Ну, там нет иностранных войск. Там есть местные, да, там есть местные милиции, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей. Из местных. Значит, мне все время задают вопрос. Откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Послушайте, вот во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия. Причем с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Хочу вас, вот хочу обратить на это ваше внимание. Что касается наемников, ну да, я вот сейчас в Париже сказал, там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной стороне, и на другой. С техникой разобрались. Но на болотах сейчас происходит просто потрясающий визг. Они все дружно обсуждают тот факт, что западные военные уже находятся на территории Украины. Ну, по крайней мере, об этом сказал кто? Глава МИД Польши Родослав Сикорский. Он сказал о том, что, ну да, они уже в Украине. Западные войска. Не знаю, где они, как они, как они выглядят. Почему они еще не бомбят российские колонны на марше? Что они тут делают, если их не видно? Но, как сказала сильно пьющая шмара, простите, что-то я оговорюсь, я оговорюсь, голос России Мария Захарова, она сказала так, комментируя заявление Сикорского о присутствии военных НАТО в Украине. Дальше скрывать они это уже не могли. Что? Неужели у нас тут нащупывается новая красная линия? Да? Потом выясняется, что там есть западные граждане. Они говорят, да, но они наемники, они уволились с воинской службы. Сомнительно, в подавляющем большинстве случаев. А потом стали говорить, что вот инструкторы какие-то там должны находиться, потому что слишком серьезные технологии, которые не освоишь быстро, а надо быстро. Ну и так далее. Ну, вплоть до утечки о том, что немецкие генералы прямо признают, что вот нам надо так как-то сделать, чтобы они стреляли с нашей помощью, но чтобы про нас никто не узнал. И все равно там, говорит, есть французы, англичане и американцы. Это не открытое забрало, это жульничество. Запомните, это в некотором роде исторический момент. Карма, бумеранг. Теперь у Лаврова потеет забрало. На самом-то деле потеет у него не только забрало. В других местах тоже холодок. Это правильно. А начиналось все. Вот примерно с вот этих тезисов. И да, тогда мы были немножко моложе. Хотя и сейчас тоже огонь. Не секрет, что там воюют российские военнослужащие и российские боевики. Что касается военнослужащих, все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг, либо добровольно принимают участие в каких-то боевых действиях, в том числе и на юго-востоке Украины, не являются наёмниками, потому что за это денег не получают. В контексте ваших утверждений, что на Донбассе нет российских кадровых военных, хотел вам передать привет от капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Третья бригада, город Тольятти. Теперь давайте подведем предварительный итог. Страны Запада, в отличие от фашистской России, если что-то нам и поставляют, во-первых, делают это предельно медленно, слишком много согласований, дискуссий, но тем не менее, они это делают абсолютно открыто. Первые поставки, они вообще чуть ли не попштучно декларировались, сколько боеприпасов, каких боеприпасов радовало, что хоть места пересечения границы не декларировались чётко по времени и склады для соответствующего хранения этих боеприпасов. Но было всё транспарентно. Вот, пожалуйста, маньяку говорили, вали с территории Украины, лучше будет и тебе, и нам, и всей планете будет лучше. Но тогда россияне делали вид, что нет-нет, они ушли в отпуск, отпускники, да, вежливые люди, вежливые человечки. Нет, товарищи российские оккупанты, вы как были российскими оккупантами в 2014 году, так вы ими и остаётесь. Но что начало меняться? Вот сейчас мы слышим прямые заявления лидеров стран НАТО, не только Польши, в первую очередь Франции, потому что именно президент Франции первый выступил с такими предложениями, с такой инициативой, да, там была масса оговорок, но главный тезис французского правительства, что нероссийским нацистам тут определять, где будут проходить красные линии. Красные линии чертить будет Украина и её союзники, это важно. Тут недавно Манничелло что-то по этому поводу сказал и его очень странным образом по этому поводу решили вылезать на российском фашистском телевидении. Что из этого получилось? Опять запотело забрало. Когда некоторые эксперты постоянно чертили красные линии самопроизвольно, рассказывали, что вот если эту линию перейдут, то мы по Сейдонам смоем Великобританию, и наносили эти удары со своего дивана ежевечерние, это способствовало тому, что там креп консенсус, что да ничего русские не сделают. В этом отношении, на мой взгляд, идеальным было поведение нашего президента, который лишний раз, без необходимости, ни с какими угрозами не выступал. Да ты что, никогда никому Манничелло не угрожал. Расскажи это российским бабушкам и дедушкам. Если маньяк никому не угрожает, значит он не маньяк, но он же маньяк. Начиная полномасштабное вторжение, чем грозили Западу, что если вы вмешаетесь, то что будет? Что будет? Вы столкнетесь с чем, что вы никогда еще не видели, с чем никогда не сталкивались. И вот внимание, значит Запад прямо говорит о присутствии западных военных на территории Украины. Я их не видел, хотя в некоторых гостиницах иногда бываю, где, судя по количеству звезд, должно быть как раз сборище солдат НАТО. Но нет. Но если он что-то говорит, то было понятно, что это твердая, ясная и четкая позиция. Вот он сейчас в своем послании сказал, прочертил настоящую красную линию. Он сказал, что две вещи – это прямое направление войск НАТО на Украину. И предоставление дальнобойных ракет, которые могут наносить удары по территории России, означает переход войны НАТО против России из стадии де-факто в стадию де-юра. И дальше что? Ваши действия. Сделайте что-то, что вы лупите по украинским городам. Если у вас есть яйца, то вперед или все-таки полшестого? Значит, в подтверждение вот этих вот красных линий, собственно говоря, и сделаны были заявления на Западе, что да, мы там есть. И, ну и в части дальнобойных ракет и дальнобойных средств поражения. Что там в Питере? Нормальная погода. Тысяча один оттенок серого и запах дыма. Запомните, россияне, план ковер на вашей территории будет введен безторминовый, то есть постоянный. Называться это будет беспилотная зона. Нам обидно, когда именно дальнобойными бьют по России. А когда другими, то это нормально? Нет, есть такой момент. Когда предоставлено оружие, которое используется там, где они словесно эквилибристику используют, они говорят, это территория Украины. А мы не признаем, что это территория России. Это некая спорная зона, в которой мы предоставили оружие. Когда предоставляется оружие для прямых ударов по территории России, это фактически участие в войне. И? Ну, ну, и да, участие в войне. Что вам не нравится? Ну, как же, вы хотели воевать с НАТО, чтобы НАТО не явилось вообще на войну? Так оно не работает, ребята. Такое впечатление, что Ольга Скобеева, она, как обычно, там самая умная. Просто берет и тыкает в ранку. Это не ранка. Это уже гангрена. Но она все равно туда тыкает и тыкает своим ножичком, своим кровавым клювом. Хочу сбивать вашу логику, она мне самой очень нравится, но мы, когда озвучивая подобные тезисы, сами себе немножко лукавим. Удар по Белгороду, который был нанесен уже не один раз. Многочисленные смерти в Белгороде. Это исконно российская территория. Но это не наша красная линия. Это исконно российская территория, но остается лазейка и для западных союзников, и для Украины. Мы давали не для этих целей. Украина самопроизвольно использовала. Вот в данном случае направление ракет Тауэрс, это точно цель нанесения ударов по территории России. Это фактически вступление в войну. При этом они показывают Крымский мост. Это незаконное строение с точки зрения международного права и позиции западных стран. Это не территория России. Соответственно, никаких табу на Тауэрсы быть не может. Там, между прочим, у тех, кто ходит с запотевшим забралом, должно быть, вот тут лампочка должна загореться. Что они там, наши западные друзья, опять поиграют в игру, давайте меняться. Не хотите поставлять Тауэрсы Украине, передайте Тауэрсы Великобритании. Великобритания отдаст свои Штормшедов, ракеты аналогичного класса, соответственно, Украине. Ну, такой себе круговорот ракет в природе. Главное, чтобы дохли на российские захватчики. Желательно это делать, как я уже сказал, на территории Российской Фашистской Федерации. Так дойдет быстрее. Ну, и, да, мне кажется, вы тоже любите план Ковер. А по поводу Белгорода? Значит, как-то они, знаете, делают из себя жертву. Вот, красные линии, по Крыму нельзя, по Белгороду нельзя, по Москве нельзя, по Санкт-Петербургу нельзя. Нет, товарищи, фашисты. Русо-нацисты, русо-фашисты. Игра «бомбить Украину в одну калитку» она давно закончилась. Понятно? Понятно или нет, я спрашиваю. Тот, кто не понял из «Граждан России», подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь все вам объясним, расскажем и покажем направление движения. И, если быть совсем серьезным, то вывод войск с территории Украины. И, да, после этого война закончится. Все же так просто. Кто-то называет это планом Зеленского, я называю это планом Украины и здравого смысла. Но факт остается фактом. Вы залезли не в свой огород, А в этом огороде отрывают ножки и ручки. Ваших мальчиков в трусиках и без. Нам вообще все равно. Честно. Пришел на территорию Украины с оружием в руках? Получи, фашист, гранату. Сейчас это называется скит с БПЛА. Разного. И Мавик, и Баба Яга. Все это летит, летит и будет лететь. Ну и план ковер должен быть вечным. Подписывайтесь на лайки, репосты, патреон. Украина была, е и буде. Санкт-Петербург, не засыпай.